И так, с вами Дабгай, мы продолжаем играть за Россию в Age of Imperialism. Закончили мы чистки, теперь будем проводить экономические и какие-то политические реформы. А пока что помогаем Португалию победить в Империи и нашему кандидату в Китае победить непосредственно, конечно же, в Китае. Но если вдруг еще не подписаны, обязательно побеждайте кнопку подписаться. А мы продолжаем, поехали. Если посмотреть, то нам выгоднее, наверное, в первую очередь реформировать экономику, чтобы быстрее, конечно же, подстроить себе промышленности. Давайте с этого начнем. Берет здесь у нас много дебафов. Да, прям реально много. И при этом добавит нам трудные времена для свободного рынка, но мы это переживем. И поставит нам в экономике вот это вот, лазерфейр, то есть, так сказать, свободную торговлю. Это даст нам ТНП, но также даст нам максим эффективность. То есть, именно на дистанции это лучше. И еще я так посмотрел, что, скорее всего, когда мы уберем все дебафы и наберем бафы, у нас плюс-минус и так будет очень низкий уровень ТНП. У нас к тому же еще свободный рынок останется. То есть, и правда, ТНП, скорее всего, будет и так низким. И пытаться понижать его еще вот здесь вот невыгодно, потому что именно для производства это точно выгоднее. Так что как-то так и будем делать. Поехали. А в Китае уже форсируем речку. Тут периодически встречаются немецкие войска. Кстати, насчет немецких войск. Давайте этими немецкими войсками будем заниматься. Я вижу, что они здесь вот есть. Давайте попробуем прорваться и закончить вот это вот окружение. Дальше там будет, конечно же, Китайская Республика, поэтому эти ребят не смогут отойти. Поэтому давайте их сюда перебрасываем и на запад пойдем. Потом уже добьем. И потом надо будет точно так же делать все с Китайской Республикой. Она, я вам скажу, не слабая. Очень даже сильная и сильнее, по крайней мере, нашего кандидата точно. Но здесь мы также перемалываем потихоньку немецкие войска. Нужно истощать наших противников заранее. Там вообще какие-то, видимо, Олимпийские игры или что. В примере, такая была картинка, но перевода нет. Итак, убрали мы трудные времена. Убрали мы еще что-то, по-моему, допустим. Теперь мы можем посмотреть, что здесь сделать. Буквотерительная деятельность, страна инвестиций и дружественная бюрократия. Так сказать, здесь надо положить конец дворянским триггам. Это... Я даже не знаю где. Окей, я нашел. Это вот здесь вот. Окей, чтобы нам вдать вот сюда, нам нужно сделать фокус здесь. Это на самом деле забавно, но... Окей. Так и будем тогда делать. На палитку мне, наверное, пока плевать, поэтому я не буду сильно спешить сюда. Давайте выйдем вот сюда в ТНП Скоростроительство. Наверное, потом выйдем вот сюда. То есть... Хотя здесь, наверное, без разницы. Потому что нам так или иначе здесь бафы все не супер страшные. Вопрос об Олимпийских играх 36-го года. Угу. Можем состоять, сделать или воров пройдет на такие шаги. И нам предлагают... Так, ну смотрите, зимние и летние игры где бы хотелось сделать? Действительно, тут говорят, что мы, я так понимаю, кого-то из обвиняемых. Я только не очень понял, будем помиловать или у них просто деньги заберем. Если второй вариант, то нам, конечно же, подойдет. И надо попробовать эти две дивизии сейчас окружить. И, по-моему, мы это сделаем. Ну да, очередные две немецкие дивизии в Китае ликвидированы. Слушайте, я вижу, вот здесь вот британские дивизии, что меня на миг, так сказать, наводит на мысль пойти и их здесь тоже блокировать и уничтожить. Как и здесь. Здесь очень много добровольцев везде отовсюду. Нужно разбираться с этими добровольцами. Нужно давать им понять, что добровольцы тут только мы. Так, бизнес за один раз. Смотрите-ка. Мы можем получить где-то фабрику с какими-то шансами, да? И мы получили ничего, потому что у нас еще нет. Получили две фабрики, прекрасно. На самом деле повезло. И идем в минус 5 ТНП. Кстати говоря, у нас опять будет вести, я так понимаю, тут тоже какой-то будет баф по фабрикам. Нормально. Самое главное ТНП потихоньку, чтобы оживало. Ой, тут есть нюанс. Эти все дивизии окружены. Прелесть для нас, по крайней мере. Ужасна для наших врагов. То есть еще большая прелесть для нас. Сейчас здесь разобьем британцев. Тут итальянцы тут отступают, разобьем итальянцев. Только наши добровольские войска, конечно же, на самом деле должны помогать. И да, так и есть. Мы получаем какую-то промышленность рандомно. Ну или не получаем. Такое тоже может быть рандом. Но ведь от 200 по листке потерять, либо стабильность. Короче, давайте вот сюда, наверное, потому что здесь стабильность дается. И уберется вот здесь вот дебаф на стабильность частично. Это, наверное, самое выгодное. И слушайте, что я могу сказать. Это выглядит как очередные окруженные. Так, наверное, сделаем. Очередные окруженные дивизии немцев. Целые три. Это прям хочется нам. И давайте, да, положим конец тварианским интригам. Я думаю, важнее сделать вот это. Эти три ТНП, конечно, приятно. Но избавиться от этого дебафа было бы, наверное, самым важным. И, наконец, добиваем мы, скорее всего, этот вот перешейк, который отделяет эти дивизии. Хотя, технически мы могли бы их и здесь добить. Кстати, на самом деле, нам ничего не мешает сделать так, и они будут испаряться, потому что это другая страна. Да. Минус британская материзованная дивизия. Приятно. Продолжение от болганских друзей. И Густавин хочет присоединиться к нам. Конечно, да. И здесь, да, мы смогли окружить это всех ребят. Правда, теперь нам нужно будет сражаться с Китайской Республикой, и это тоже не так просто, на самом деле. Но я думаю, мы справимся. Тут очередные немецкие дивизии умирают. Прелесть. Еще здесь дивизия подфорсированная атакой в бою. Я чувствую, да, она сейчас будет уничтожена. И еще сверху дивизия тоже будет уничтожена, потому что неудачно решила постоять под линией фронта. И да, этот Китай капитулировал. Теперь мы один на один с Китайской Республикой здесь. И ситуация, на самом деле, чуть-чуть лучше у нас, потому что у нас больше фабрик. Но прямо сейчас сил у Китайской Республики все еще больше. Нужно как-то что-то сейчас сделать, предпринимать. И я пока не уверен, где мы можем делать какие-то локальные окружения. По ощущению, надо их заманить сюда куда-то и там расправляться. Потому что наших, да, друзей очень мало армии. Они не смогут держать фронт сами. Ну, еще можно здесь что-то. Но, конечно, в идеале просто смотреть, есть снабжение. И как-то от него отыгрывать, наверное. Кстати говоря, стоит поставить сюда советника, тем более, что он бесплатный. Дестабильность, немножко организация и производительность. Приятные бафы. Ой, у нас появились решения, тире на нерадикальную политику. И политику в стабильность вливать, наверное, супер приятно. Держка либерализма, наверное, тоже на дистанции нам было бы неплохо иметь. Так что давайте, да. Как вы помните, политка, в принципе, здесь не сильно нужна нам. Кстати, логистика плюс 150% с узелом снабжения. Это сильно. Наверное, мы и будем тратить вот такие всякие вещи. Хотя вот это невыгодно, допустим. Потому что у нас один ТНП это больше, чем одна фабрика. И без этого один раз. Да, это те раноидные венды, видимо, или что? Будет давать там в фабрике. Одну фабрику, видимо, мы все-таки получили, наверное. Ну, так или иначе, конец счетовичной российской бюрократии. Прелесть. Да, и еще рука свободного рынка. Да, периодически, видите, у нас появляются какие-то там ивентики на ресурсы, ивентики на стабильность, если я говорю, которую мы потеряли. Но в целом, типа, прикольно. Периодически такое будет происходить. И давать нам с каким-то шансом, конечно, бафы. Но на дистанции это должно быть именно в плюс бафы, потому что шансы на позитивные события больше, чем на негативные. Соответственно, на дистанции должно выровняться и быть нормально. Китай пока что, республика, по крайней мере, теряет свои силы в атаках, и мы кое-как потихоньку его истощаем. И здесь тоже на дистанции у нас должно быть все получше, потому что вроде у этих ребят все получше по промке. Хотя они делают танки, я не вижу ни одного танка у них в войсках, и это меня немножко напрягает. Ну ладно. Сиротина набирает силу, что я могу на это сказать? Давайте нам стабилить Сиппалитку, да? А здесь мы смогли такое неплохое окружение сделать, на немаленькое количество дивизий. Потихоньку Португалия побеждает в Иберии, хоть и, конечно, ряды очень-очень неплотные, но мы заполняем, так сказать, щели. И здесь мы добили. Кстати, у португальцев есть танки, и это приятная новость, я вам скажу. И не могу я дополнить здесь градострелками, свои градострелковые дивизии, тогда хотя бы заполню пехотой обычной. Это лучше, чем ничего. И вот у нас становление позиций Санкт-Петербургской фондовой биржи. Убираем мы, наконец-таки, тяжелые времена для нашего рыночка. И, честно говоря, нас чуть-чуть контр окружили, но мы их контр-контр окружили здесь сейчас, нормально. То есть вот у нас есть репорт, нам только нужно теперь выбить вот это вот чудо, кое-как. И, в принципе, норм. Только, конечно, займет некоторое время. А, ну вот, нас все-таки выбили вот отсюда. Но мы сейчас выбьем обратно. Тут наши войска в обороне тоже продержатся, когда у них снабжение есть. И да, и винтики, ну, потихоньку бустят приятно. И да, здесь дивизия была уничтожена прекрасно. Все, блатар мы себе здесь обезопасили. Нужен теперь только успешно сделать контр-контр-контр-контр-контр окружение, пробившись куда-то вот сюда. И вот она опять рука нам все подсовывает в свои фабрики. И Россия страна не ограниченных возможностей. Здорово, миллион фабрик, здорово. Огромная эффективность, прирост населения, исследования. Тут нет, ладно, исследования. Нет, есть исследования. Производство, в общем-то, космический баф. Берем. Что еще из дебафов? У нас есть последствия чистки, которые будут долго проходить. Путь демократии. Но по факту, да, экономические дебафы все были убраны. Прелесть. И вот, как я и говорил, теперь их две дивизии окружены. Ну и потихоньку сейчас здесь будем их тоже зажимать. Кстати, здесь кавалерии тоже даются бафы. Защиты, по крайней мере, вот здесь вот давались. Да, тут кавалерии тоже добавили. Блин, здесь можно было играть через кавалерию. Но уже поздно, я уже как-то по-другому подстроился. Но здесь, видите, кавалерии даются тоже очень много бафов. Потому что обычно вот здесь вот, ну вот как бы сюда смотрим, обычно здесь вот этого нет. Что на самом деле логично, потому что кавалерия на современном поле Б не имеет никакой возможности, никакой роли, никакой, не знаю, пользы. Но здесь создатели мода решили оставить. И давайте сразу вот этот бафчик на ТНБ и стабильность тоже возьмем. Как я и говорил, видите, у нас потихоньку сейчас процентики будут все еще низкими. Только вот кап эффективности будет все так же очень-очень высоким. Я вижу, что там немцы пробиваются на севере. Сейчас я хочу, наверное, окружить здесь дивизии немножко. Может, американцев погружать, но это вряд ли получится. Но вот этих ребят точно я сейчас хочу окружить. И вернуться, наверное, вот сюда. И немцы не замечают то, что их туза не прикрыты. Ну, уже, как говорится, поздно даже замечать стало. Сейчас мы еще и испанцам здесь тоже подрежем крылышки. Ладно, испанцы заметили, испанцы вовремя вышли. Молодцы. Но немцы как минимум 3 дивизии здесь точно потерялись сейчас. А вот с ТНП-исследований, да, наверное, я возьму 5% на 300 дней. За 200 политики звучит, ну, как минимум, адекватно. Ну, здесь вариант взять пьяный бюджет. Получить минус ТНП на минус стабильность. И еще минус потребление политики. Либо получить стабильность. И я думаю, у нас столько бафов на стабильность, что если мы базу выкачиваем, то у нас все равно будет сотка даже с минус 25. Так что это база. Пьяный бюджет, поехали. ТНП будет очень низким у нас. А здесь пытаемся окружить все войска. Не уверен я, что у нас получится, но я, по крайней мере, попробую. Потому что тут есть американская дивизия. Ну и плюс, конечно, даже вот этой республике покрою дивизии тоже полезно, потому что соотношение у них пока так себе. А еще здесь окружил очередные дивизии, по крайней мере, очередную немецкую. И, ну, не особо я накружал китайские дивизии, но в окружение попалась одна американская. Приятно. Ну и что, давайте дальше, наверное, идти вот сюда. Ну, что здесь все еще неплохие бафы. А еще вот здесь вот у нас получаемый опыт ежедневно. Ну и плюс политка. В общем-то, полезные вещи надо бы взять. Плюс 400 политки сейчас заберем на вот эти кнопочки всякие. А здесь мы идем в паралюс. Кстати говоря, мы, по-моему, сейчас у них пункт снабжения, да, отжали. У них должно внезапно стать все плохо по снабжению. Ну, примерно так и получается. Сейчас попробуем вот так вот зажать кольцо. Опять американцев здесь окружить. И самое главное, конечно, просто хоть какие-то дивизии покружать. Давайте я все-таки возьму финансирование исследовательских комплексов, потому что я не вижу, где у нас еще идут ячеек для исследования, как говорится. Ну, по-моему, нету. Давайте проверим на всех случаях. Ну да. Как будто все-таки нету. Так что, наверное, где-то здесь они спрятаны. Если они вообще здесь поднимаются дальше трех. И слушайте, американцы. Так, бизнес прекрасно. Американцы успевают все-таки эвакуироваться, как и большая часть, на самом деле, китайских войск. К сожалению, для нас. Но так лечь мы все равно хоть что-то окружим по ощущениям. И да, так, укрепляем базу. Это прекрасно. Что у нас за решения открываются? Вот она. Да, ячейки. И там нужна стабильность просто. И фабрики прелесть. Так мы сейчас это все жестко выключаем. Давайте жестко в стабильность вкладываемся. Дальше нужна политка. Политка у нас как раз вот здесь сейчас будет. И это все. Две дивизии мы окружили. Не густо, я скажу вам. Но лучше, чем ничего. В сфере есть такой нюанс. А у них здесь снабжения, по-моему, не должно быть. Так что, если мы вот этот пункт снабжения, в тюрьме можем обрезать все снабжение. Ну вот скоро узнаем, так это или нет. Я думаю, где нам применить наши войска. И, наверное, вот сюда. Каким-то вот таким вот зажимом русским, так сказать. В связи с Францией. Кто там правит? Реакционизм. Блин, ну давайте почему бы попробуем. Нет. Почему бы и нет, как говорится. Отсюда, по-моему, не отправляли никуда тут добровольцев. Британцы и немцы явно выглядят не сильно дружескими. Так что, да. Итак, мы разобрались. Отменить цензуру и вести политический плюрализм. То есть, да. Охранка это у нас... Да. Это... У нас инструмент плюрализма и свобода мнения. Охранка. Она охраняет, конечно же, свободу слова. Сто процентов. И я узнал, что я могу отправить еще четыре дивизии. Китай. У нас здесь самолеты летали. Видимо, они закончились. Да. Так и есть. Ну, отправлю сюда истребителя. Они тоже будут чуть-чуть помогать. И надо отправить туда еще четыре дивизии. У нас... Кого можно на это чудо отправить? Ну, давайте вот этих четырех... Четырех ребят отправим еще сюда. Четыре дивизии никогда не будут лишними. Как и две сотни истребителей. А вот у нас и ячейки исследований поехали. Раз. А следующая, да. Ну, скоро. И здесь... Блин. Наши союзнички дали себя окружить. И это, конечно, грустно. Она, к сожалению, объявляет независимость. Забавно. Но она все еще с британцами. Так что ничего... Для нас сильно позитивного. И Португалия почти победила. Также здесь, в Китае, наши дивизии доезжают сюда. И по ощущениям, ну, станет теперь намного, конечно, проще. Десять дивизий, это прям... Прям очень солидно. Конечно, нас додушат. Но, как я и говорил, дистанция работает. Потихоньку-потихоньку должны истощаться вражеские войска. И что ж, Россия как новая конституционная монархия. Куча стабильности. И немножко темпов исследования. Это то, что нам как раз сейчас нужно, когда у нас не хватает стабильности. Для ячейков. Оп, еще одна ячейка. Прелесть. А теперь мы будем полыгры вербовать агентов. Но это даже не так плохо. И, кстати, я вот сюда их закидываю, чтобы видеть, что здесь. Потому что эта война, полагаясь добровольческой, будет самой долгой. И мы готовы к третьему миру. Но пока что не спешим, конечно же. Нам еще предстоит реформировать армию. Немножко наших союзников, наверное, укрепить. Если у нас будут на это фокусы. Тут колонизация Сибири. Но это минус ЦНП. Поэтому, как бы, нет. Ну, технический плюс, как бы. Ну, вы поняли. Но, кстати говоря, сейчас будет еще одна ячейка исследований. Что тоже прекрасно. Ну и что? Прекрасная Россия у нас строится. И повсюду, по всему миру. Наши союзники побеждают. И мы получаем новые какие-то страны в наш альянс. Прекрасно. Ну, будет прекрасно, если вы подпишитесь. Если вы еще вдруг не подписаны. Ставьте лайк, комментарий. Тысячи скажут, что вы с ребятами. Все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok